Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вам изготовить книжный аксессуар. Ведь этот замечательный предмет поможет сохранить книгу и сэкономит время. Книжные закладки появились еще в 13 веке. Делались они из кожи и велюра, позже из тканей плотной бумаги. Египетские песцы приклеивали на свитки кусочки папируса. В средневековые книжники отмечали страницы фолиантов петельками из кожи. В XIX веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение цветам и кружевным платочкам. Каких только закладок не было – шелковые, вышитые, с различной символикой и видами, портретами королей и королев. Для трех закладок нам понадобится белый цветной картон. Цветная бумага, ножницы канцелярские и маленькие с острыми кончиками, клей канцелярский и клей момент кристалл. Простой карандаш, ластик, ручка, линейка, фломастеры двух цветов, черный и розовый. Можно взять маркеры, дырокол, небольшой отрезок ленточки, фетр. На листе картона мы рисуем контур червячка и два кружка. Нарезаем полоски цветной бумаги. Затем, оставляя свободные промежутки между полосками, начинаем клеить их сверху на контур. Полоски можно приклеивать неровно, выступая за края червячка. Сейчас на контур приклеены разноцветные полоски. Начинаем вырезать червячка и глазки. Чтобы глазки были яркими, обводим их контур черным маркером или фломастером. Берем цветной картон. У меня оранжевый, а вы можете взять любой, какой есть у вас дома. Прикладываем его на лист так, чтобы со всех сторон был цветной отступ. Откладываем одинаковую ширину закладки с двух сторон. Отрезаем лишний цветной картон. Приклеиваем глазки. С помощью дырокола у червячка делаем отверстие для языка. Дорисовываем глазки и зарязываем ленточку. Наш червячок готов. Вы можете сделать закладку разного размера, большого и маленького. Для второй закладки кошачья лапка нам понадобится клей момент кристалл, фетр подходящего цвета. Можно взять розовый, бежевый, серый или черный. Белый картон, ножницы канцелярские и маленькие с острыми кончиками. Простой карандаш, лазик, линейка, клей-карандаш. Отступив немного от края, прикладываем на лист белого картона линейку. Очерчиваем линейку с двух сторон. У нашей закладки длина будет примерно 14-15 см. Теперь для округлой лапки нам понадобится колпачок от клея-карандаша. Прикладываем его к краю очерченной линейки и обводим. Если вы можете самостоятельно закруглить лапку, дорисуйте ее. Затем нужно дорисовать на лапке 4 пальчика. Берем фетр и ручкой рисуем подушечки кошачьей лапки. Центральный самый большой кружок и 4 маленьких кружочка для пальчиков. Маленькими ножничками вырезаем из фетра детали. Ставим на картоне 5 капель клея на расстоянии друг от друга для приклеивания деталей. Прижимаем фетровые детали на лапки, чтобы они приклеились. Обводим нашу лапку фломастером или маркером. Если ваш котик полосатый, рисуем на лапе полоски. Наша закладка готова. Как известно, котики бывают разного окраса. У меня оставил свой след также и рыжий кот. Берем книгу и читаем, пользуясь закладкой. Третья закладка у нас будет котик. Нам понадобится белый картон, ножницы канцелярские и маленькие с острыми кончиками, простой карандаш, ластик, линейка, фломастеры двух цветов, черный и розовый. Можно взять маркеры. На листе белого картона слева от края отмечаем 1 сантиметр и 8 сантиметров. Делаем так сверху и снизу листа. Наша закладка будет длиной 17 сантиметров. Сверху листа размечаем для котика лапки. Отмечаем штрихами 2 сантиметра, 3 с половиной сантиметра, 5 с половиной сантиметров и 7 сантиметров. Закругляем уголки прямоугольника сверху. Дорисовываем треугольные ушки. Дорисовываем детали. Лапки, треугольный носик, щечки, подбородок, глазки, усы. Стираем лишний карандаш разметки. Обводим наши линии маркером или фломастером. Розовым фломастером дорисуем розовые треугольники в ушках и щечке. Ножничками с острыми концами делаем отверстие в начале лапки и прорезаем по контуру. Далее вырезаем нашу закладку. Закладка котик готова. Берем книжку и используем ее по назначению. Завершить мастер-класс хочется словами Джоан Роулинг. Я верю, что нечто по-настоящему волшебное может произойти, когда вы читаете хорошую книгу. Мастер-класс провела Шиловская Татьяна, заведующая отделом Центральной детской библиотеки Мончегорской централизованной библиотечной системы. Продолжение следует... Продолжение следует...